В воскресенье жители 26 стран мира проверили свои географические знания. Тест прошел более чем на 2000 площадок. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Ее основной целью является оценка уровня географической грамотности населения. Проверили свои знания в области географии и жители Ненецкого округа. Площадка была организована на базе Ненецкого краеведческого музея. Ответить на вопросы диктанта пришли более 30 человек. Среди них учитель географии Светлана Дуркина. Хочу еще раз потренироваться и проверить свои знания. Это никогда и никому не мешает. Я первый год, когда проводился диктант, проходила его в онлайне. В прошлом году здесь проходила, на площадке краеведческого музея. И решила, что в этом году тоже надо еще освежить свои знания. Вопросы разные, интересные, познавательные. Новую информацию получаю. Высшая оценка, которую можно было получить за диктант – 100 баллов. Нише – ноль. Узнать, отличник участник, хорошист или троечник, можно без вреда для собственной репутации. Тестирование проходит анонимно. А получить свой результат можно по уникальному номеру, который присваивается каждому. В прошлом году стала хорошисткой жительница Наринмара Елена Самойлова. Я бы не сказала, что у меня были такие идеальные. 68% было. 68 баллов. Мне просто интересна история России, и география России интересна, и для общего развития. Всего на тестирование, которое можно было пройти как очно на специально организованных площадках, так и онлайн на официальном сайте проекта, отводилось 45 минут. По предварительной оценке организаторов акции, всего диктант в этом году написали более 19 тысяч человек. Проверяя свои знания, в России пришли люди разных профессий и возрастов. Например, в одной из школ Якутска диктант написала 93-летняя женщина. По данным Российского географического общества, в этом году к акции присоединились и Австрия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия и другие государства. Лидером по количеству пунктов проведения акции среди иностранных государств стал Китай. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.